Иоганн Брамс. Ну, это 19 век, я просто кое-кого значимо так и не успел в 19 веке, поэтому немножко с нарушением хронологии в 19 век ставлю, композиторов я немножко там отложил. Но вот Брамс тоже один из виднейших композиторов эпохи романтизма, сравнимый где-то с Листом, Шуманом, который его же и любили. В какой-то степени по отношению вот к такому предмодерну, типа Вагнера Чайковского, он уже выступал как классика определенной Брамс, и они его отчасти критиковали. Биография. 1833 год. Родился в семье музыкантов, в данном случае потомственной династии, уже в Европе профессиональная музыка, лет 200, как существует там времени. Естественно, отец его и учил, уже с 10 лет он участвовал в концертах в Брамс, ну, кончал тоже школу, в 14 лет он кончил частное реальное училище у него, то есть ПТУ по сути было образование по нашим понятиям, колледж у него был. Реальный колледж, то есть такой, такой торговый больше, то есть не было классического образования. Плохо считалось по тем временам. Ну ладно, значит, в 1847 году ему особенно не надо было образование, кончило и тут же стал как пианист работать, потому что он сразу же в фирме отца, когда там как пианиста работал. Ну, естественно, они там индивидуально обучали, то есть он обучался у композитора Марксона, потом он работал со скрипачами, он сам на скрипке тоже играл, Ременьи, Йозеф Яахим, то есть там вот именно не было массы вот этого музыкального образования. Вот и Йозеф Яахим, тоже достаточно молодой, он ему дал рекомендательное письмо к Листу, и они Листу уже показывал, он свои первые произведения творческие, Лист его хорошо оценил, и, кстати, Лист все-таки считал, что это романтизм такой ближе к Вагнеру. То есть вот они, Лист и Вагнер были близки, они посчитали сначала, что Брамс это примерно из той же оперы, ну и в целом хорошие были отношения с Листом и с Вагнером у Бранса, хотя Брамс скорее, конечно, романтик. Ну, они тоже, вот они от романтизма, как он к модернизму переходили, и Лист, и Вагнер. Дальше, 1853 год, знакомится с Шуманом, и Шуман очень его хвалил. Вот в 50-е годы Шуман, собственно, рекламирует в различных музыкальных своих изданиях, в новой музыкальной газете рекламирует Брамса, и Брамс становится известным композитором. Первое произведение соната 1852 года, три соната он написал, затем он работал к придворным музыкантам в Дейтмальден, там много было мелких княжеств, вот он там был придворным музыкантом в княжестве, это, в принципе, район небольшой. Потом работал он в Гамбурге, в Готингене, в общем, по Германии он там странствовал, то одно место ему достается, то нет. Кончилось все-таки тем, что он осел в Вене, в Вене он работал в венской филармонии, ну и в основном уже когда в Вене, то есть в 1860-е, он стал композитором, и в Вене его оценили. Вена прям была же столица музыки, там были крупные композиторы, музыку все любили, и Брамс там понравился. Именно поэтому, хоть он немецкий, у него довольно много венгерской музыки, даже славянский, там есть мотивы, потому что зрелый его период творчества, это Австро-Венгрия, которая была действительно австро-венгерским государством по культуре тоже. И славян там тоже было достаточно. Но наиболее все-таки известно это немецкое произведение, немецкий реквем, 1868 год, находит в этом произведении именно немецкий такой национальный дух, но надо сказать, что немцы, конечно, основная нация Австро-Венгрии были по-прежнему. Написал он немецкий реквием после смерти мамы своей. Ну, где-то 70-е годы 19 века он довольно богатый, популярный композитор, на курортах всяких живет, путешествует в Швейцарию, в Италию. Много всяких шуток известно про Абрамса, когда он был богатый, все время там прикалывался. Допустим, шутка у него такая, что он был близорукий, но очки не носил и говорил, что зато не видно ничего плохого. Типа почти ничего не вижу, зато плохого тоже ничего не вижу. Вот типичная шутка Абрамса. Но говорят, он там не любил вообще общаться в конце жизни. То есть, вот еще такая шутка Абрамса. Его хотели пригласить на какой-то светский прием, знали, что он со всеми ругается, и дали ему список тех, кто на этом приеме будет присутствовать. Предложили, чтобы он вычеркнул всех, с кем он не хочет. То есть, давай, короче, тогда с кем ты враждуешь, мы вообще их не пригласим. В ответ Брамс самого себя вычеркнул. Типа, меня вот не приглашайте, я вообще туда типа ходить не хочу, и ни с кем там разговаривать. Но в этом плане я Абрамса понимаю, потому что, да, в личном общении люди скучны, агрессивны. Именно поэтому я предпочитаю интернет, где все в концентрированном виде. Я бы тоже ни на какие приемы не ходил, и не хожу, конечно. Все это скучно. Ну, вот, 1897 год, Брамс умер, то есть, достаточно долгая жизнь. Творчество разнообразное, единственное, что он опер не писал, опера уже как-то отдельно была. Да, в общем-то, Вагнер там в опере уже, так сказать, реформировал и самое яркое сделал. В общем, с Вагнером он не состязался, Брамс. Довольно много он писал всякие сиренады, песни писал, такие довольно популярные. Он же как практический композитор в Венгере работал. Сонаты, квартеты, рапсодии, вот этот самый немецкий реквием. Увертюры, танцы вот эти венгерские, тоже известная его композиция и так далее. Кантаты. Наиболее известная считается, а симфонии, естественно, писал, известная его симфония. Но наиболее известный все-таки немецкий реквием. Немецкий реквием написал «Умерла его мать» в 1865 году. И под впечатлением от смерти матери он написал 1866 год. Немецкий реквием. Он не стал брать никакие классические тексты, ни латинские, ни протестантские переводы. Он сам составил текст из разных отрывков, писания, в основном Нового Завета, а также и псалмов, в переводе Лютера. То есть это протестантский точный текст. Но сам Брамс говорил, что он так о всем христианам ориентирован. Никаких, собственно, протестантских догматов там не присутствует. Он просто берет отрывки из Библии, которую признают все христиане. Вот так Брамс говорил. Значит, из семи частей состоит. Начинается с Евангелия от Матфея, потом там Псалмы, потом Послания апостолов. Входят даже там неканонические тексты, типа стихи из книги Иисуса Сираха, которые не признаются там, как первый канон, допустим, католикам и так далее. Но довольно много Посланий апостола Павла входит, Откровений Иоанна. В какой-то степени, видимо, это какой-то сборник лучших мест из Библии для Брамса. Потому что в какой-то степени с разными частями, больше Нового Завета, но частично и Ветхого Завета, нас этот реквием знакомит. Ну, честно говоря, хотя, да, считается, что немецкий реквием у него лучше, мне больше нравятся венгерские танцы Брамса. Там такое народное, динамичное, веселое, как раз типичный такой романтизм национальный второй половины 19 века. Ну, так как я все-таки не музыковед, кратко про Брамса, так сказать, что такой был и куда он примерно относился, я думаю, что для исторических целей достаточно. В честь Брамса назван кратер на Меркурии, есть на острове Антарктиды, есть залив Брамса, полностью заполненный льдом. Музей Брамса в Гамбурге. Ну, в общем, вокруг Брамса достаточно яркого, было много дискуссий. Допустим, Шуман, когда его рекламировал, говорил, что это вообще прям выразитель нашего времени. Светлые юноши, у колыбели которого стояли герои и грации и так далее. Тем не менее, очень не любил Брамса Чайковский. Дословно, Чайковский о Брамсе. Это один из заурядных композиторов, которыми так богата немецкая школа. Он пишет гладко, ловко, чисто, но без малейшего проблеска самобытного дарования. Бездарный, полный претензий, лишенный творчества человек. В общем, ненавидел прямо Чайковский Брамса. Честно говоря, мне наоборот, вот Брамс нравится, а Чайковский нет. Брамса четкий ритмический рисунок, а Чайковский вечно расплывается в своей приншизе. Чайковский, заметно, что шизоидная музыка, но с такой техникой определенной. Скрывает он, что я вижу, что шизофреник, но он это шифруется, короче. А Брамса это такой вот бодрячок, такой в одну точку, там, или христианин. Брамс нормальный, волевой. Тоже чувствуется в музыке. Но также есть такое рассуждение, что Брамс довольно консервативен по сравнению с ребятами типа Вагнера, листа его современниками, которые все там ломали, реформировали. Брамс ориентируется на традиции, и, видимо, поэтому Чайковский тоже считал, что он не самобытен. Что он воспроизводил определенные уже сложившиеся установки жанра, но, тем не менее, Брамс прекрасен, известен, ну и, в общем, все, что можно пока о нем сказать. Продолжение следует... ... Продолжение следует...